Всем привет! Это видео будет посвящено этой великолепной паре, которая у нас катается на льду на заднем фоне, ну а точнее капелле. Чтобы к ней попасть и победить ее, нам потребуется использовать вот этот вот телепорт и добежать вот на это место. Это мини-босс. Мини-босс, ребят, которого можно будет победить и получить награды. Какие награды? Давайте посмотрим. Первое, что важно, в глаза бросается, это вот эти части для развития персонажа. Их выпадает две штуки разных. Каждая из них, соответственно, выпадает из своего босса. Здесь их, конечно же, два, ребят. Чтобы выбрать определенного босса, с которым мы будем сражаться, нужно подойти к этому молодому человеку под именем Майиарде. Как будто Мариарде. Первое, смотрите, первое, пройти испытание погребения капелли, которое сейчас мы посмотрим. И второй вариант, это воздаяние капеллиуса. Это будет отдельное видео, нам нужно будет сегодня разобрать, как победить капеллию. Как же, какие скиллы, естественно, она использует. И самое главное, как в экскурсе смогу ее уничтожить. Давайте начнем. Еще раз посмотрим просто на те награды, которые мы получаем за победу. За капеллию мы получаем, по-моему, синие, да? Видите, здесь написано капеллия развития персонажа. То есть мы получаем именно вот эти части. Также здесь можно фармить, ну, в принципе, все остальное выпадает стандартно, как с каждого босса. Давайте начнем. Познакомимся сначала, конечно же, с капеллией и с ее скиллами. Поехали. Какая музыка, да? Водушевляет. Ну что, начинается. Я, конечно же, буду просто бегать, ребят. С первой частью будет заключаться в том, чтобы посмотреть на скиллы. Всего, по-моему, у капеллии четыре скилла, если выбираем именно ее. Только что первый скилл мы видели на наших экранах. Это капеллиус пытается. Второй скилл, кстати, смотрите, да. Он бьет льдом. Ага, это третий скилл. Представляете, мы уже посмотрели почти что все. Близко к ним нельзя подходить. И лучше постоянно двигаться. Вот он, видите? Опа! То есть, в момент, когда они кружатся, и он захватывает цель в той точке, где вы находитесь, он будет бить именно по ней. По этому направлению. Катается по кругу. И самый момент, когда он отъезжает, он будет сейчас вихрями с вами бить, ледяными. Попадаетесь, и если вы под водой, вы можете даже заморозить. Заморозиться. Три вихри, которые создают капелли, они кружатся вместе с ними. Если вы в нее попадете, это будет просто жесть. Посмотрите. Это хорошо, что у него 46 тысяч хп. А так было бы очень больно, ребят. Очень больно. Не стоит сюда попадаться. Это просто безумие, на самом деле. Он, капеллиус, соответственно, делает максимальный, по-моему, импакт. Капелли просто танцует в центре. Если к ней подойти, то она, конечно же, вас заденет. А в основном... О, кстати, да, вихри превращаются. Видите, они анема. Но если он заряжает свои атаки в эти вихри, то они становятся кривыми вихрями. При этом, смотрите, да. То есть, если я не ошибаюсь, три или четыре раза он начинает от капелли отходить. Скажем так, после этого вихри полностью пропадает. И он опять начинает бить своими основными скиллами. Такое чувство, как будто он реально ее защищает. Знаете, так-то есть подумать. Она просто, как безобидная женщина, танцует в центре. И она пытается ее защитить и уничтожить врага. Враг, это, конечно же, мы. Ладно, хватит болтать. Давайте посмотрим. Мы посмотрели все скиллы. Больше ничего особо мы не увидим. Поэтому давайте просто сначала его уничтожим. Потом посмотрим на скорость, ребят, уничтожения. Точнее, не его, а ее. Потому что мы выбрали именно капеллиус здесь. Сейчас будет заряжать. Смотрите. Опа. На! Лучшие пачки для того, чтобы уничтожить... Я считаю, на данный момент... Это иметь гидроперсонажа в пачке. Она у меня есть. Это Елань. Я и Мика, ребят, бьет электричеством. Сами понимаете, если она под водой, электричество хорошо. Очень по ней будет заряжать атаками. Ну и, конечно же, у меня Джун Ли для подстраховки. Без него вообще никак, на самом деле. Я так привык к нему. Ну или хилер вам понадобится, конечно же. Можно использовать и других персонажей. В частности, например, Лини. Если он у нас есть и прокачан. Безусловно, он будет бешеный импакт вносить. Но у меня стандартная пачка. Она хорошо с ними справляется. Причем это даже без еды и без особых стараний. Сейчас я их просто попытаюсь убить, конечно же. Не на скорость. А потом засечем. За какое время, ребят, мы сможем его уничтожить с полными бафами и... Кстати, это что-то сложно идет. Ладно, ребят, не страшно. Девяносто третий уровень, напоминаю, это последний. Да хватит уже бить. Появляются, кстати, намного быстрее, чем обычные боссы. Все, минус. Минус, ребят, минус. Они застыли вместе и все. Испарились. Прикоснуться. Забрать награду, естественно, мне попадается. Да, вот, видите. Запасная деталь, чудовый механизм, капелли, развитие персонажа. Все, давайте теперь посмотрим, как же быстро я смогу его этой пачкой уничтожить за какое время. Ну вот, мы и наконец-то готовы. Поехали. Капелли. Пожелайте удач. Шоу начинается. Поехали. Оп. Ну. Суита. Ледяного ветра. Тень. Ну, кстати, по-моему, неплохо, согласитесь. Хорошая, хорошая атака идут. У-у-у. Упс. Нет, у меня, кстати, каждый раз такое бывает. Каждый раз. Вот, я думаю, сейчас убью моментально быстро и тут на тебе. Джун Лик, к сожалению, немножко не справился с этим, но... Это провал полный. Ну ладно, вы это не видели, на самом деле, но... Если сделать... Небольшое отступление от этого... Все хорошо будет. Поехали. Последняя атака. Ну, довольно быстро, согласитесь. Если, конечно же, я ими к нему не упала бы, то, я думаю, намного быстрее все это закончили. На этом все. Не забываем, ребят, подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Смотрите видео до конца. И подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Ну, а следующее видео будет, ребят, посвящено Капеллиусу. Посмотрим на его скиллы, естественно. И посмотрим, что же он умеет делать, ребят. Пока-пока.